Дорогие друзья, всем привет! Сегодня у нас влог выходного дня, суббота, ждем детей. У меня тут у нас мама дома. Короче, у нас сегодня будет толпа народа, будем кормить. Вчера с Сашей ездили в магазин, купили мясо, а ехали уже во второй половине дня. Вот мясо, свинина. Я говорю, давай купим свинины. Он вот, у меня нытик такой последнее время. Кур выращиваем, зачем мясо свинины покупать? Я говорю, смотри, куски какие классные там лежат. А это было в здании с спетофором магазин. И там все время мясо продают, и недорогое. И вот там шея за 200 рублей всего-навсего была. А до этого мы зашли там еще в один магазинчик, четко как на нас накинулось. Как давай нам все предлагать. Мы пошли мышиные яд искать, значит, мышей полно. И вот, короче говоря, мы заходим, она как тра-та-та-та-та-та-та. А вот у нас такой, а вот у нас такой. А к Новому году у нас вот такие шарики. А купите такую гирлянду, купите. Я говорю, Саша, быстрее давай, плати, пошли. А вот такие у нас вот для детей есть игрушки. А возьмите, а вот этого нет. А на елку вот этого берите скорее. А у нас с 1 января завоз семян будет. Скорее забирайте. Саша расплачивается быстро. А пакеты вам может нужны? Я говорю, да, нужны пакеты. Она пакету сует. И куда-то поворачивается и идет. Я говорю, Саша, ты деньги отдал? Он, да. Я говорю, бежим отсюда, бежим. С 10 рублей с дачи. Говорю, нафиг этих 10 рублей. Она нам сейчас весь магазин с тобой продаст. Короче, мы так бегом убежали от нее. И она нам вдогон покричала, приезжайте такого числа. Вот это будет. Вот это я понимаю, продавец. Короче, мы посмеялись так. И мясо все-таки купили. Хороший кусок. Это шея. А вот у нас корень сельдерея и лук. Будем делать мясные котлеты наконец-то. Хочу сказать, что под вечер, когда приезжаешь мясо покупать, какие-то офигенности делают. И вообще куски хорошие. Говядина такая была. Но затормозили что-то. Я на него смотрю, он мне говорит, у нас куры свои. Ты что, мясо берешь? А сам идет, считает. Ага, если куры продать, то там можно свинину купить. Ладно, пойдет. Ну, короче, так мы убежали. А потом он сидел мне и ныл всю дорогу. Говорю, мужики после 40-ка, нытики такие, синенькие. Надо было говядину взять. Ну, взял бы, чего же не взял-то. А ты не сказала. И поехали. Короче, все. Делаем котлеты. Я сейчас камеру беру в руки. Саша будет показывать, как котлеты делать. Всем огромный привет от нытика после 40-ка. На самом деле, неплохой кусок мяса. Ну, это вообще, конечно, офигеть. Для котлет покупать шею. Но за 200 рублей как бы недорого. Мы потом, кстати, поехали в магнит. Гипермаркет, да. Смотрели, там мясо шея стоило от 3. 300 и выше, там, вот, рублей. Поэтому домашняя свинина за 200, ну, как бы, это на самом деле недорого. Так, поехали делать котлетки. Значит, у нас есть свинина. У нас есть мой самый любимый вкуснитель сельдерей. С грядки пошел, сорвал, еще не сорвали. Уже вон, там, кое-что осталось. На них прихватывает, но это не беда. Ну, естественно, лук. Собираем мясорубку. Кому жалко хорошую мясорубку, берем сеточку, промазываем маслом. Для того, чтобы на первых оборотах не посадить нож и сетку, обязательно смазывайте маслом. Обычным. Обычным сливочным маслом. Все, жужжикой будем? Все, сейчас будем жужжикать. Масло убираем. Ой, котлеты мы любим, сил нет. Дети все просят, и Ваня ест, и Илюша. Все любим котлеты. Да, да. У нас любимая еда. Да. Из хороших продуктов котлеты, великолепное блюдо. Прогнали мясо с луком, сельдереем. И туда немного хлеба. Хлеб замачиваем обычной водой. Никаким ни молоком, ни сливками. Я, честно говоря, большой разницы не вижу, чем там замачивать. Если хотите, просто в фарш налейте молока и все. А хлеб здесь нужен просто для связки. Чтобы котлеты были немного поплотнее, не более того. Никакого там особого вкуса это ничего не добавляет. Берем, просто водичкой намачиваем. А водичкой зачем? Да за тем, чтобы мясорубка это дело прожевала и не сломалась. Не более того. Да. Это сухой хлеб запусти туда, просто сухой хлеб. Она будет упираться, умучиваться. Я прошлый раз так и делала. Можешь шестеренки сломать. Да? Да. Вот так вот жены терминатора-то и рождаются, да? Да вот и вот. Я Саша всю жизнь называю, ты терминатор, всю технику ломаешь. Да, все ломаешь еще, да. Это не работа такая, все ломаешься. Поехали. Хлеб в конце, почему? Потому что надо мясо вытолкнуть. Дешевый продукт запускаем в конце. Нет, ну я, конечно, не спорю. Конечно же, влага... Что такое? Давай сюда. С той стороны, влага в фарши, естественно, добавляет и сочность еще, к тому же, плюсом. Поэтому мы как бы убиваем одним выстрелом двух зайцев. Во-первых, помогаем мясорубке, а во-вторых, ну просто фарш будет сочнее. В принципе, я смотрел кулинарную передачу, так там, когда брали просто говядину, она была, ну как бы, суховатая, да? Хлеб, когда замачивали, из-под хлеба вот эту водичку туда же еще и в фарш добавляли, просто для того, чтобы было сочнее. Лук тоже самое, скажем, кроме вкуса, он же еще и сочный. Сок, сочность. Так что... Ну вот, все, фарш у нас получился. Сейчас мы его вымешиваем, сольки добавляем. По желанию можно специи... Слюни опять начинаешь глотать, да ты подожди еще! Можно специи добавить, но это на любителя мои не очень любят специи. Поэтому мы делаем просто соль, вымешиваем, выбиваем. Ну, сейчас покажу, что, собственно, будет. Берем соль и я на глаз всегда приплю. Где-то так. Плюс еще вот так. Фарш, не разбрасывайся. Еще я соберу. И вот так. Думаю, это будет достаточно. Придется разделить на два тазика, потому что в одном тазике, когда он полон, размешать не очень. Не очень удобно. Ах, запахи пошли, Саша! Лететь в одну сторону. Ясно, лукав. А сельдерей, кстати, я вот очень люблю в котлетах, чтобы был сельдерей. Я бы не сказал, что там какой-то особый запах и аромат, но он присутствует как нотка. А котлеты становятся вкуснее. Я его все вкуснительно называю. Усилитель вкуса. Вот кто-то в глютамат натрия, что-то там или как он называется-то, он так добавляет. Мой всем совет, добавляйте сельдерей. Будет вкусно. Поскольку у нас получилось много, ровно, ну, сначала перемешал, чтобы консистенция уже поровну была. Ровно половину откладываем в другой тазик. Для чего? А для того, чтобы фарш можно было выбить. Не просто перемешать, а еще и выбить. Делаем буквально так. Мало того, что все ингредиенты смешиваются, фарш насыщается еще и кислородом, но не это главное. А вот ингредиенты типа лука и сельдерея вбиваются в структуру мяса, котлеты становятся и вкуснее, и у них структура лучше. Ну, вот таким макаром я буду делать, выбивать минут, не в пять, минимум, я думаю, минут семь, а то и десять. Бабахать его надо. А потом оставим его, ну, минимум, на полчаса отдыхать, доходить до нужной кондиции. Это как минимум. Надо, чтобы он постоял и созрел. Тогда будет офигенское вкусное блюдо будет. Я же говорю, что мясо мужики должны вводить. Ну, я тоже так считаю. Прямо вот такой. А ты пленку-то пока сделаешь сегодня? Все будет зависеть от времени. Я не против. Ну, или завтра, если с этим. Ну, да. Все по времени. В планах есть. Как товарищ Лайдерсон сказал, цыпленок табака – это птичка до полкилограмма. Все, что больше, это уже не цыпленок, а курица. Полукилограмма? Да. Все, что больше, это уже курица. И если делать правильное блюдо, цыпленок табака, то там надо именно до полкилограмма тушка, чтобы было. А у нас, наверное, больше уже будет. Ну, значит, будем есть курицу табаку. Да, будем, Саша. Я хочу цыпленка табака. Ну, да. Ну, не си, короче. Ну, да. Ну, все. Давайте. До встречи в кефире чуть попозже. Тебе лучше. Так, заканчиваем с фаршем. Одну часть я выбил, уже приготовил. Вторую часть выбил. Кладем сюда же, нам не надо ввести тазах, чтобы все дело было. И приминаем вот таким макаром. Если котлеты будут все жарить через, ну, там, полчаса, допустим, прямо вот так пусть и постоит. Если на подольше, в принципе, из него можно делать котлеты даже завтра. Тогда надо будет накрыть пленочкой, чтобы это не заветрило, и поставить в холодильник. Если будем готовить сегодня, вот такая кучка аккуратненько. Ваня, что это такое, ты говоришь? Что это? Мигалка. Мигалка? Ты думаешь, это про блесковый мальчок? Нет! Да нет, это французский флаг! Вышли мы на улицу. Хорошо. Папа хозяйство свою тут показывает, курёхи. Капочки переобуваем. Ну, ещё не убрано здесь, грязно. Ой, ты прядок, ты маленький. И вон носики. Ой, он хорошо клеточкой встал у тебя, перегородку хорошо брал. Ну, да. Красота. Этим сегодня пятые сутки пошли. Четвертка у нас. Да, вот пятые сутки нам перышки растут. Здесь у нас переплевочки. Стратки им нормально. Ну, все они каждый день. Стратки даем. Одуванчики ещё есть. Одуванчики, да. Здесь у нас подрастающие бролеры. Мне кажется, Каш, они будут больше, чем полкилова. Они на грамм на 700-800 уже будут. Ну, нам 15-го числа месяц вот этим. А вот этим уже два месяца. Вот пять штук мы себе оставили. Смотри, петух вот встал явно заметно. Да, два петушка и три курочки. Каш, а вот куда что-то не есть. А это петухи их огурливают. Они запинают, хватают и выбирают эмпиры. Причём, это уже старенький. Вот в декабре им будет год. Какой хороший, как-то порой. Ну, всё, пойдёмте, ладно. Ну, есть яйца. Каш, где я? Вот, так, ну, сут яйца. Вот уже яички, да, нанесли. Остановить в гору вечером будет, конечно. Дуванчики. Дуванчики мы любим. Я в Новье. На мне новая куртка. Мы, Саша, вчера вот ездили в магазин и купили нам по зимней куртке. Ещё недорогая. Ну, так что мы обновились немножечко. Так что, в принципе, у меня есть что просто. Есть что одеть. И фу, это, и шубы у меня зимние есть. И длинная куртка такая фирменная у меня есть. Но мне чуть-чуть маловато. Вот времянку взяла, всё-таки я надеюсь похудеть. Сегодня иду, у меня женщина такая говорит одна, ну, деревенская. Говорит, здрасте. Я что-то тебя не узнала, какая ты большая. Так что я расту, расту. Надо, пора уменьшаться уже. Так что, вот, такая вот я нарядная. В мехах все. Пошли гулять мы, всё. У нас сегодня хороший день такой выдался. Солнечный довольно-таки и тепло. Надо немножко продышаться. Пять градусов. Да? Раз, два, три. Почти. Шесть. Четыре. Всем привет на канале Друзья. И носом. Рот закрой. Носом дыши. На улице не разговаривай. Ну, поздоровайся, ладно. Он говорит всем привет на канале Друзья. Всех приветствует. Ну, говори. Всем привет на канале Друзья. А что отворачиваешься ты? Всем привет на канале Друзья. У нас день и песок. Песок там? Да. Да он зарос здесь песок-то. Пойдем гулять, Ваня? Да. К кому мы сходим? Мы. К дяде Леша. К дяде Леша пойдем сходим. Да. Посмотрим, как он там крышу кроет. Давай маме ручку. Давай. Бабушке ручку давай. Давай. Все, мы идем гулять. Ой, ну сегодня классный день такой у нас выдался. Наконец-то у нас немножечко хоть прояснилось. Стало посветлее. А то вообще чернота и темнота и дождь был. А это прям сегодня очень хорошо. Ветра нет. В деревне тихо. Утро. Ну как утро? К обеду уже время. Двенадцать скоро будет. Вау. В холоде. Да, но еще морозит. Лужи не оттаяли. Сейчас где-то вот около нуля. Нет, четыре мы посмотрели. А лужи-то все мерзлые. Вот. Так что вот она. Деревня наша. Идем гулять. Сейчас как раз мы прогуляемся. Фарш у меня отстоится. Буду жарить котлеты. И дети скоро подъедут. Вот. У меня подойдет. Идем к родственникам. Вон они строят дом. Причем строят на материнский капитал. Вот. Проволочка у них только с крышей вот была. Потому что там часть денег выдали вот на стены. А потом только вторая часть вот уже пойдет на крышу. И вот все дожди они собрали. Конечно. Но ничего. Там грязно. Мы туда не полезем. Туда не пойдем? Да конечно, что там грязь месить. Вот. Так что вот строятся они. Молодцы. Дом даже больше, чем наш получится у них. Вот. Хороший дом. Молодцы. Ой, мой котел. Мужчина тоже. Вот этот дом сам. Ой, хороший какой. Выходил, сам делал. Так красиво тоже получается у него. Хозяин. Ой, Ванечка. Ванечка, вот сами знаете. Котеночек. Котеночек. Побежал. Идемте дальше. Ой, какой хороший. Смотри, Ванечка. Малычечка. Сейчас даем. Ой, хороший такой. Ну, ну, правда, и никакое тут было. Идет опять. Мужчина такая симпатичная. Как это, в носочках дай. Ой, такой красавец идет. Кс-кс-кс-кс. Кс-кс. Кс-кс. Вот там, вот там. Смотри, какой красивый. Вань. Смотри, какой необычный. Вань. Какой хороший. Какой хороший. Вань. Какой хороший. Какой хороший, да. Смотри, какая прелесть. Да. Это кошечка. И собачка идет. Они, наверное, друзья. Хотя нет, вот он как, ощерился. Да, 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 взрослый, взрослый. Смотри, смотри, какой. Ой, какой красавец. Ой, малышка. Видишь, тоже видит, что ты малышка, и к тебе бежит. Ну, чей-то. Да. Хозяева есть. Он за нами, красавец, идет. Вань, вань, смотри, за нами. Мы ему понравились. Смотри, какая. Кисюля, какой красивый. Кс-кс-кс-кс. Мы не дали ему ничего покушать дать. Он просит у нас покушать, а мы ничего не взяли. Что? Нет. С собой ничего. Мне кажется, не видится. Идем, идем. Топ-топ, это малыш мой. Идем. Топ-топ, малыш мой. Топ-топ. Мама, упадешь? Почему это я упаду? Скажи, потому что даду мы вперед. Давай, ручку. Я за спорю, я куда? Хорошо. Собаки потягивают. Тихо. Единственное, конечно, оживленно. Машин много. Пришли мы с прогулки. Котлетки у меня выпекаются. Теперь решила пожарить картошку. Меня Саша давно просит. Вот, кстати говоря, представляете, я не так давно узнала, что, оказывается, сначала надо лук обжаривать, а потом только кладется уже картошка. Вот, ну, смотри, ну, смотри, канал Еда, там профессионал готовит. Вот поэтому лук порезал, сейчас у меня обжаривается, и еду режут уже картошку. Картошку порезала, все, теперь жарится с луком вместе. Все перемешала. Вообще по правилам, как сняли профессионалы. Картошку надо тонко порезать и всю ее в полотенце положить, чтобы вся влага осталась у них в полотенце. Жарить ее нужно тихой. Я так, конечно же, не делаю. Столько времени на это надо тратить. Поэтому я бросаю уже такую влажную у нее, чтобы ты рисовала саку, как говорили. Ну, и самое главное, чтобы она была порезана вся примерно одной толщиной. Чтобы равномерно прожаривать. А, и еще правило, это насолить на самом конце, когда у нас будет практически готово. Так что вот, процесс идет. Скоро будет подряд. Пришла подглядеть за золушкой. Трет, вот моя золушка. Рабочий стол. Сначала смел. Теперь вот отмываю. Конечно, пылища от птичек очень много на самом деле. Поймел, вот сейчас вытащил поддона. Но здесь вот пока никого нет. И сейчас тоже в углекательстве. Вот, была осталась. Все вот это дело надо отмывать. Раз в неделю, генеральная уборка. Хочешь, не хочешь. Я тут пробежал, стенет и снял. Вот, вот сколько еще осталось. Еще надо будет подобрать. Муху мы раздолим. Мух вообще нигде нет, а здесь живут. Потому что здесь тепло. А не кем-то собрать этих оставшихся осенних мух. Они тут вот на кем-то ножны. На стенах какие-то вещи. Не будешь убирать, вон. На вид тут. Не будешь убирать, это, конечно, чревато очень хорошими последствиями. Птичка просто может погибнуть. На все конца. Ну и так. В принципе, надо. В воду насыпал комик с коркой. Поэтому еще и плюсы дезинфекции происходят. Потому что какой-нибудь пылью она бы все еще и дезинфицирует. Вот так и живем. Закончилась трудовая неделя, начались трудовые выходные. Вот меня на работе все спрашивают. Ты когда ухтеваешь? Ну, утром 15 минут, вечером 15 минут. А выходные я забыл, как на диване телевизор смотреть, полежать. Ну, может, одно и к лучшему из вот страны. Движение жизни. Да. Эти сериалы уже на самом деле несколько лет на диване смотрели всякие фильмы, сериалы. Вот, ну, интересно, интересно. Вот, птичку накормить, напоить свою семью на тот продукт, на судьбу все дурят с хостей в порядке. А вот кем оно и отличается, от птицефабрики государственной, когда там 150-250 тысяч уголовье. Здесь атмосфера другая. Я могу себе позволить и травой накормить и убраться так, чтобы чисто было, чтобы не кормить антибиотиками. толкают. Толкают им тесно. Смотрите. Что? А эти, внизу, которые? Да, их надо рассаживать. Ну, да, частично можно туда поставить. Здесь вот место есть. Рассаживаю, они для нас толкают. Здесь по 10 штук, а 10 на 17 штук. Сейчас рассажу. Сейчас уборку закончу и будем ну, штучки по 3, если даже рассадить. Да, да, да. 9 штук. Да даже по 2 хотя бы ты рассадить. уже 6 штук уйдет. Там 18. 18 пешновато. Ну, собственно, вот все. Я погнал дальше, ребята. И я погнал дальше. С вами хорошо, конечно, каляркать, но дела надо делать. Котлеты нажарили такие. Все ждем обеда. Встали над противнем, отрезали каждый себе куску хлеба, противень, котлет слопали, пообедали называется. Никого ждать не стали. В проем. В году покидали, помчались дальше. Ой, я не могу. Вот так вот. Ну, да. Дети приедут, дети сядут посидят. Смотри, птичкам хватало на сутки банку. Банку нальел всю банку. Банку нальел сегодня 10, уже полбанки выпили. Но не растут их много. Смотри, поймет, сколько им эти педакли. Я думаю, завтра их можно будет уже сюда в подростковый сверху пересадить. Да. Это я сюда пока временно кимбикорм отложил. А здесь у меня есть патрон. Можно сюда лампочку вернуть. Им подогрев наладить. И все. Пошла, мне все варить. Да, мне все убирать. Все, пока-пока. Пока-пока. Друзья, ну вот, уборочку я закончил. Результаты вот такие полы. Обязательно перебиваемся, как я и говорил. Здесь все чистенько. По верхам пробежал, все протер. Полы обязательно с хлоркой вымыты. птички, конечно, проветрились хорошо. На улице хоть и тепло, но тепло это как? Относительно. Плюс 6, поэтому включаем отопление. Кран открываем, чтобы батарея нагрелась. На самом деле здесь было так жарко, что отопление было выключено. Но вот это я уже включил. Кран открыл, тоже нагревается теплое. Тепля там сейчас включил лампу на максимум, потому что все-таки прохладно, они вон скучковались под той лампой, под этой. Все, сейчас закрываем, чтобы здесь опять стало тепло. Птица сама себя очень хорошо греет, но в то же время и когда помет не скапливается, помет тоже выделяет достаточно много количества теплоты. Но его убрали, от него тепла нет. Поэтому сейчас отопление на максимум. Покидаем это помещение, закрываем. Воздух свежий, не пахнет абсолютно ничем. Теперь надо птичкам что-то стало тепло. котлет нажарили, получилась вот такая вот кастрюлька. Ой, душистые, вкусные, силы никакие. Картошку нажарили мальчишкам мои. Зарубили вот цыплят двух. Будем делать цыплят табака сейчас. Саша придет. Ванюш пришел, скажи, всем привет. Не хватит, что ли? Не хватит. так что еще будем цыплят табака делать. И еще Саша двух кур рубит больших. Одного Илюшу с собой в город отправим, одного себе оставим. Так, ну сейчас покажу щи сварила. Вот они мои чудо-щи. То есть есть, что поесть, славьте господи. Сейчас пацаны приедут, будем кормить. на этом все, дорогие друзья. До новых встреч. Всем пока-пока. Пока-пока.